Человек, который смеялся. В 1928 году, 9 лет от роду, я был членом некой организации, носившей название клуба Каманчи, и привержен к ней совсем корпоративным духом. Ежедневно после уроков, ровно в 3 часа, у выхода школы номер 165 на 109 улице, близ Амстердамской авеню, нас 25 человек Каманчи поджидал наш вождь. Теснясь и толкаясь, мы забирались в маленький пикап вождя, и он вез нас, согласно деловой договоренности с нашими родителями, в центральный парк. Всего послеобеденное время мы играли в футбол или в бейсбол, в зависимости, правда, относительной от погоды. В очень дождливые дни наш вождь обычно водил нас в естественно-исторический музей или в центральную картинную галерею. По субботам и большим праздникам вождь с утра собирал нас по квартирам, и в своем доживавшем век пикапе вывозил из Манхэттена на сравнительно вольные просторы Ван-Кортлендовского парка или в Палисады. Если нас тянуло к честному спорту, мы ехали в Ван-Кортлендовский парк. Там были настоящие площадки и футбольные поля, и не грозила опасность встретить в качестве противника детскую коляску или разъяренную старую даму с палкой. Если же сердца командчей тосковали по вольной жизни, мы отправлялись за город в Палисады, и там боролись с лишениями. Помню, однажды в субботу я даже заблудился в дебрях между дорожным знаком и просторами Вашингтонского моста. Но я не растерялся. Я примастился в тени огромного рекламного щита и, глотая слезы, развернул свой завтрак для подкрепления сил, смутно надеясь, что вождь меня отыщет. Вождь всегда находил нас. В часы свободные от командчей наш вождь становился просто Джоном Гетсуцким с Стейтен Айленда. Это был предельно застенчивый, тихий юноша лет 22-23, обыкновенный студент-юрист Нью-Йоркского университета, но для меня его образ незабываем. Не стану перечислять все его достоинства и добродетели. Скажу мимоходом, что он был членом обоискаутской «Орлиной стаи», чуть не стал лучшим нападающим, почти что чемпионом американской сборной команды 1926 года, и что его как-то раз весьма настойчиво приглашали попробовать свои силы в Нью-Йоркской бейсбольной команде мастеров. Он был самым беспристрастным и невозмутимым судьей в наших бешеных соревнованиях, мастером по части разжигания и гашения костров, опытным и снисходительным нападателем первой помощи. Мы все, от малышей до старших сорванцов, любили и уважали его беспредельно. Я и сейчас вижу перед собой нашего вождя таким, каким он был в 1928 году. Будь и наше желание в силах наращивать дюйма, он вмиг бы стал бы у нас великаном. Но жизнь есть жизнь, и росту в нем было всего каких-нибудь пять футов и три-четыре дюйма. Истинно-черные волосы почти закрывали лоб, нос у него был крупный, заметный, и туловище почти такой же длины, как ноги. Плечи в кожаной куртке казались сильными, хотя и не широкими стуловатыми. Но для меня в то время в нашем вожде нерасторожимо сливались все самые фотогеничные черты лучших киноактеров. И Бака Джонса, и Кена Мейнарда, и Тома Микса. К вечеру, когда настолько темнело, что проигрывающие оправдывались этим, если мазали или упускали легкие мечи, мы команче, упорно и эгоистично эксплуатировали талант вождя как рассказчика. Разгоряченные, взвинченные, мы дрались и визгливо ссорились из-за мест в пикапе поближе ко вождю. В пикапе стояли два параллельных ряда соломенных сидений. Слева были еще три места, самые лучшие. С них можно было видеть даже профиль вождя, сидевшего за рулем. Когда мы все рассаживались, вождь тоже забирался в пикап. Он садился на свое шоферское место лицом к нам и спиной к рулю, и слабым, но приятным тенорком начинал очередной выпуск человека, который смеялся. Стоило ему начать, и мы уже слушали о неослабевающем интересах. Это был самый подходящий рассказ для настоящих каманчей. Возможно, что он даже был построен по классическим канонам. Повествование ширилось, захватывало тебя, поглощало все окружающее, и вместе с тем оставалось в памяти сжатым, компактным и как бы портативным. Его можно было унести домой и вспоминать, сидя, скажем, в ванне, пока медленно выливалась вода. Единственный сын богатых миссионеров, человек, который смеялся, был в раннем детстве похищен китайскими бандитами. Когда богатые миссионеры отказались из религиозных соображений заплатить выкуп за сына, бандиты, оскорбленные в своих лучших чувствах, сунули головку малыша в тиски и несколько раз повернули соответствующий винт вправо. Объект такого единственного в своем роде эксперимента вырос и возмужал, но голова у него осталась лысой, как колено, грушевидной формы, а под носом вместо рта зияло огромное овальное отверстие. Да и вместо носа у него были только следы заросших ноздрей. И потому, когда человек дышал, жуткое уродливое отверстие под носом расширялось и опадало, в моем представлении словно огромная амеба. Вождь скорее наглядно изображал, чем описывал, как дышал человек. При виде страшного лица человека, который смеялся, непривычные люди сходу падали в обморок. Знакомые избегали его, как ни странно. Бандиты не гнали его от себя, лишь бы он прикрывал лицо тонкой бледной алой маской, сделанной из лепестков мака. Эта маска не только скрывала от бандитов лицо их приемного сына, благодаря ей они всякий раз знали, где он находится. По вполне понятной причине от него несло опиумом. Каждое утро, страдая от одиночества, человек прокрадывался, конечно, грациозно и легко, как кошка в густой лес, окружавший бандитское локово. Там он дружил со всяким зверем, собаками, белыми мышами, орлами, львами, буа-констрикторами, волками. Мало того, там он снимал маску и со всеми зверями разговаривал мягким мелодичным голосом на их собственном языке. Им он не казался уродом. Вождю понадобилось месяца два, чтобы дойти до этого места в рассказе, но отсюда он стал куда щедрее разворачивать события перед восхищенными командчами. Человек, который смеялся, был мастером подслушивать ее, вскоре овладел всеми самыми сокровенными тайнами бандитской профессии. Но об этих приемах он был не слишком высокого мнения и незамедлительно изобрел собственную, куда более эффективную систему. Сначала изредка, потом чаще. Он стал разгуливать по Китаю, грабя и оглушая людей. Убивал он только в случае крайней необходимости своими изворотливыми и хитрыми преступлениями, в которых, как неудивительно, проявлялось его исключительное благородство. Он завоевал прочную любовь простого народа. Как ни странно, его приемные родители, те самые бандиты, которые толкнули его на стезию преступлений, узнали о его подвигах чуть ли не последними. А когда узнали, их охватила черная зависть. Ночью они гуськом продефилировали мимо постели человека, думая, что дурманенный им он спит глубоким сном и по очереди вонзали в тело, покрытое одеялами, свои ножи. Но жертвой оказалась мамаша главаря банды, чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Этот случай только распалил бандитов, жаждавших крови человека, который смеялся, и в конце концов ему пришлось запереть всю банду в глубокий, но вполне комфортабельно обставленный мавзолей. Изредка они удирали оттуда и мешали ему жить. Но все же убивать их он не желал. Это его нелепая жалостливость бесила меня до чертиков. Вскоре человек, который смеялся, стал регулярно пересекать китайскую границу, попадая прямо в Париж, французский город, где он при всей своей скромности любил с гениальной изобретательностью изводить некоего Марселя Дюфаржа, всемирно известного сыщика, чахоточного, но весьма остроумного господина. Дюфарж и его дочка, очаровательная, хоть и двуличная девица, стали злейшими врагами человека. Много раз они пытались провести и поймать его. Человек вначале поддавался им из чисто спортивного интереса, но потом исчезал без следа, так что никто не мог догадаться, каким образом он удрал. Только изредка он оставлял прощальную записочку в системе парижской канализации, и она незамедлительно доставлялась Дюфаржу в собственные руки. Семья Дюфаржа проводила невероятное количество времени, шлепая по трубам парижской канализации. Скорее человек, который смеялся, стал единоличным владельцем самого грандиозного состояния в мире. В большую часть он анонимно пожертвовал монахом одного местного монастыря, смиренным аскетом, посвятившим жизнь дрессировке немецких овчарок. Остатки своего богатства человек вкладывал в бриллианты, и он небрежно опускал их в изумрудных сейфах на дно Черного моря. Лично его потребности были до смешного ограничены. Он питался исключительно рисом с орлиной кровью и жил в скромном домике с подземным тером и гимнастическим залом на бурном береге Тибета. С ним жили четверо беззаветно преданных сообщников. Легконогий гигант-волк по прозванию Чернокрылый, симпатичный карлик по имени Омба, великан-монгол по имени Гонг, язык ему выжгли белые люди, и несказанная прекрасная девушка-евразийка, которая из неразделенной любви к человеку и постоянного страха за его личную безопасность иногда не грезговала даже нарушением законности. Человек отдавал распоряжение своей команде из-за черной шелковой ширмы. Даже Омбе, симпатичному карлику, не дано было видеть его лицо. Я мог бы буквально часами, не бойтесь, не буду, водить вас, читатель, насильно, если понадобится взад и вперед через китайско-парижскую границу. До сих пор я считаю человека, который смеялся, кем-то вроде своего героического предка, ну, скажем, Роберта Э. Ли. Но эти нынешние мечты и сравнивать нельзя с теми, что владели мной в 1928 году, когда я считал себя не только прямым потомком человека, но его единственным живым и законным наследником. В том 1928 году я был вовсе не сыном своих родителей, но дьявольски хитрым самозванцем, выжидавшим малейшего просчета с их стороны, чтобы тут же, лучше без насилия, хотя и оно не исключалось открытием свое истинное лицо. Но не желая разбить сердце своей мнимой матери, я предполагал наградить ее в моем преступном мире каким-то пока неопределенным, но, несомненно, королевским званием. Однако самым главным для меня в 1928 году была постоянная бдительность — играть им всем на руку, чистить зубы, причесываться и изо всех сил скрывать свой природно-дьявольский жуткий смех. В действительности я был далеко не единственным живым потомком и законным наследником человека, который смеялся. А в клубе было двадцать пять каманчей, двадцать пять живых потомков и законных наследников человека, и мы все зловещими незнакомцами кружили по городу, чего и возможного врага в каждом лифтере, сдавленным, но отчетливым шепотом отдавали приказание на ухо своему спаниелю и, вытянув указательный палец, брали на мушку учителей арифметики. Ненапряженно, неустанно выжидали, когда же, наконец, представится случай вселить ужас и восхищение в чью-то простую душу. Однажды, в февральский день, открывший сезон бейсбола для каманчей, я узрел новое украшение в машине нашего вождя. Над зеркальцем ветрового стекла появилась маленькая фотография девушки в студенческой шапочке и мантии. Мне показалось, что эта фотография нарушает общий чисто мужской стиль нашего пикапа, и я прямо спросил вождя, кто это такая. Сначала он помялся, но, наконец, открыл мне, что это девушка. Я спросил, как ее зовут. Помедлив, он нехотя ответил, Мэри Хадсон. Я спросил, в кино она, что ли? Он сказал, нет. Она училась в университете у Уайлси колледжа. После некоторого размышления он добавил, что Уайлси колледж, очень знаменитый колледж. Я спросил его, зачем ему эта карточка тут, в нашей машине. Он слегка пожал плечами, словно хотел, как мне показалось, создать впечатление, что фотографию ему вроде как бы навязали. Но ближайшие две-три недели эта фотография, силой или случаем, навязанная нашему вождю, так и оставалась в машине. Ее не выметали ни с конфетными бумажками, где был изображен Бэйбрут, ни с палочками от леденцов, и мы, Каманчи, как-то к ней привыкли. Постепенно мы ее стали замечать, не больше, чем спидометр. Но однажды по дороге в парк вождь остановил машины на Пятой Авеню в районе 60-х улиц, более чем в полумиле от нашей бейсбольной площадки. А двадцать непрошенных советчиков тут же потребовали объяснений, но вождь промолчал. Вместо ответа он принял обычную позову рассказчика и не ко времени стал нас угощать предложением истории человека, который смеялся. Но не успел он начать, как в дверцу машины постучались. В тот день все рефлексы нашего вождя были молниеносными. Он буквально перевернулся вокруг собственной оси, дернул ручку дверцы, и девушка в меховой шубке забралась в наш пикап. Сразу без раздумья я вспоминаю только трех девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году худенькая девчонка в черном купальнике, которая никак не могла раскрыть оранжевый зонтик. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе в Карибском море. Она еще бросила зажигалку в дельфина. А третьей была девушка нашего вождя, Мэри Хадсон. «Я очень опоздала», — спросила она, улыбаясь вождю. С тем же успехом она могла бы спросить, «Я очень некрасивая». «Нет», — сказал наш вождь. Растыренным взглядом он обвел командчика, сидевших поблизости от него, и подал знак уступить место. Мэри Хадсон села между мной и мальчиком по имени Эдгар, фамилии не помню, у его дяди лучше друг был Бутлигером. Мы потеснились ради нее, как только могли. Машина двинулась, свильнув, будто ее вел новичок, все командчики, как один человек, молчали. На обратном пути к нашей обычной стоянке Мэри Хадсон наклонилась к вождю и стала восторженно отчитываться перед ним, на какие поезда она опоздала и на какой поезд попала. Жила она в Дугластоне, на Лонг-Айленде. Наш вождь очень нервничал. Он не только никак не поддерживал разговор, он почти не слушал, что она говорила. Помню, что головка с радиога переключения передач отлетела у него под рукой. Когда мы вышли из пикапа, Мэри Хадсон тоже увязалась за нами. Не сомневаюсь, что когда мы подошли к бейсбольной площадке, на лицах всех командчиков читалась одна мысль. Есть же такие девчонки, не знают, когда им пора убираться домой. И в завершении всего именно в ту минуту, как мы с другим командчиком бросали монетку, чтобы разыграть поле между командами, Мэри Хадсон робко выразила желание принять участие в игре. Ответ был более чем ясен. До этой минуты Каманчо с недоумением смотрели на эту особу женского пола, а теперь в их взглядах вспыхнуло возмущение. Она уже улыбнулась нам в ответ. Мы несколько растерялись. Тут ступился наш вождь. Проявив скрытую ранее способность теляться в некоторых обстоятельствах, отведя Мэри Хадсон в сторону, чтобы не слышали Каманчо, он безуспешно пытался поговорить с ней серьезно и внушительно. Но Мэри Хадсон прервала его, и ее голос отчетливо услышали все Каманчи. «Но раз мне хочется», — сказала она, «мне в самом деле хочется поиграть». Вождь кивнул и снова стал ее убеждать. Он показал на поле мокрое, все в ямах, он взял биту и продемонстрировал, какая она тяжелая. «Все равно», — громко сказала Мэри Хадсон, «зря я, что ли, приехала в Нью-Йорк, будто бы к зубному врачу, и все такое. Нет, я хочу играть». Вождь снова покачал головой, но сдался. Он медленно подошел туда, где ждали смельчаки и воители, так назывались наши команды, и посмотрел на меня. Не был капитаном воителей. Он напомнил мне, что мой центральный принимающий сидит дома больной, и предложил в качестве замены Мэри Хадсон. Я сказал, что мне замена вообще не нужна, а вождь сказал, «А почему, черт подери?» Я столбенел. Впервые в жизни вождь при нас выругался. Хуже того, я видел, что Мэри Хадсон мне улыбается. Чтобы прийти в себя, я поднял камешек и метнул его в дерево. Мы подавали первые. Сначала центральному принимающему делать было нечего. Из первого ряда я изредка оглядывался назад. И каждый раз Мэри Хадсон весело махала мне рукой. Рука была в бейсбольной рукавице. С остальным упорством Мэри настояла на своем и надела рукавицу. Ужасающее зрелище. У нас в команде Мэри Хадсон била по мячу девятый. Когда я ей об этом сообщил, она сделала гримасу и сказала, «Хорошо, только поторопись». И, как ни странно, мы действительно заторопились. Пришла ее очередь. Для такого случая она сняла меховую шубу и бейсбольную рукавицу и встала на свое место в темно-коричневом платье. Когда я подал ей биту, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь забеспокоился и перешел с судейского места к ней поближе. Он велел Мэри Хадсон упереть конец биты в правое плечо. «А я уперла», сказала она. «Он велел ей не сжимать биту изо всей силы». «А я и не сжимаю», сказала она. «Он велел ей смотреть прямо на мяч». «Я и смотрю», сказала она. «Ну-ка, посторонись». Мощным ударом она отбила первый же посланный ему мяч. Он полетел через голову левого крайнего. Даже для обычного удара это было бы отлично, но Мэри Хадсон сразу вышла на третью позицию. Вот так, запросто. Во мне удивление сначала сменилось испугом, а потом восторгом. И только отправившись от всех этих чувств, я посмотрел на нашего вождя. Казалось, что он не стоит за подающим, а парит над ним в воздухе. Он был бесконечно счастлив. Мэри Хадсон махала мне рукой с дальней позиции. Я помахал ей в ответ. Тут меня ничто не могло остановить. Дело было не умение работать в битой, а на и махать человеку с дальней позиции умело никак не хуже. До самого конца игры она каждый раз сбила здорово. Почему-то ей не нравилась первая позиция. Она там никак не могла устоять. Трижды она переходила на второй. Принимала она из рук вон плохо, но мы уже так разыгрались, что некогда было обращать внимание. Конечно, она могла бы играть лучше, если бы отбивала чем угодно, только не бейсбольная рукавица. Она никак не желала с ней расстаться. Нет, говорит она, такая миленькая. Весь месяц она играла в бейсбол с командчами раза два в неделю. Как видно, в эти дни она приезжала к зубному врачу. Иногда она встречала пикап вовремя, иногда опаздывала. То она трещала в машине безумолку, то молчала и курила свои сигареты с фильтром, а когда я сидел с ней рядом, однажды холодным апрельским днем наш вождь, подобрав нас как всегда на углу 109-й и Амстердамской, повернул машину на восток у 110-й улицы и поехал обычным путем вниз по 5-й авеню. Но волосы у него были приглажены мокрой щеткой и вместо кожаной куртки на нем красовалось пальто, и я, само собой, разумеется, предположил, что назначена встреча с Мэри Хадсон. А когда мы проскочили наш обычный въезд в парк, я уже не сомневался, вождь остановил машину, как и полагалось, на углу одной из 60-х улиц, и чтобы убить время без вреда для Каманчи, он сел к нам лицом и выдал новую серию приключений человека, который смеялся. Помню эту серию до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать ее. С течением обстоятельств лучший друг человека, его ручной волк гигант Чернокрылый попал в ловушку, хитрой и коварно подстроенную Дюфаржами. Зная благородство человека и его неизменную верность друзьям, Дюфаржи предложили ему освободить Чернокрылого в обмен на него самого. Безоговорочно поверив им, человек согласился на эти условия, иногда в мелочах гениальный механизм его мозга по каким-то таинственным причинам не срабатывал. Было условлено, что Дюфаржи встретятся с человеком в полночь на полянке в дремучем лесу, окружавшем Париж, и там при свете луны они выпусти Чернокрылого. Однако Дюфаржи и не думали отпускать Чернокрылого, которого они боялись и ненавидели. В назначенную ночь они привязали вместо Чернокрылого другого подставного волка, выкрасив ему левую заднюю лапу в белоснежный цвет для полного сходства с Чернокрылым. Но Дюфаржи позабыли о двух вещах, о чувствительном сердце человека и о его знании волчьего языка. Лишь только он дал дочери Дюфаржи привязать себя колючей проволокой к дереву, как по зову души его прекрасный мелодичный голос зазвучал прощальным напутствием тому, кого он принял за своего старого друга. Подставной волк, стоявший в нескольких шагах на освещенной лунной поляне, был поражен лингвистическими познаниями незнакомца и вежливо выслушивал последние напутствия как личного, так и профессионального характера. Но потом ему это надоело, и он стал переступать с лапы на лапу. Внезапно он довольно резким тоном перебил человека, сообщив, что, во-первых, зовут его не темнокрылый и не чернокрылый и не сероногий и вообще не дурацкой кличкой. Зовут его Арман, а во-вторых, он никогда в жизни не был в Китае и не испытывает ни малейшего желания попасть туда. В справедливом гневе человек сдернул языком маску и при лунном свете явился Дюфажем во всей ноготе своего лица. Мадемуазель Дюфаж тут же хлопнулась в обморок. Ее отцу повезло больше, его, к счастью, одолел обычный припадок чахуточного кашля и он избежал смертельного испуга. Когда припадок прошел и он видел озаренное луной бесчувственное тело дочери, он тут же все понял. Закрыв глаза ладонью, он выпустил всю обойму из пистолета прямо на звук тяжелого свистящего дыхания человека. На этом рассказ кончался до следующего выпуска. Вождь вынул из карманчика свои долларовые часы, взглянул на них, повернулся к рулю и завел мотор. Я проверил и свои часы. Было почти половина пятого, когда машина тронулась. Я спросил вождя, разве мы не будем ждать Мэри Хадсон. Он мне не ответил, и прежде чем я успел повторить вопрос, он обернулся и сказал, обращаясь ко всем, а ну давайте-ка помолчим тихо, как не кинь, но по существу этот приказ был бессмыслицей. В машине и раньше, и сейчас стояла абсолютная тишина. Все думали о передряге, в которую попал человек. Нет, мы о нем уже давно перестали тревожиться, слишком мы в него верили, но когда он подвергался опасности, нам было не до разговоров. Мы уже сыграли три или четыре тайма, когда я вдруг издали увидел Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке, в шагах в ста, налево от меня, стиснутая двумя няньками с колясочками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и как будто смотрела в нашу сторону. Я заволновался, такое открытие, и крикнул об этом нашему вождю, стоящему заподававшим. Он поспешил ко мне, стараясь не бежать. Где? спросил он, я показал где. Он посмотрел в ту сторону, потом сказал вернусь через минутку и ушел с поля. Уходил он медленно, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел когда он подходил к Мэри Хадсон, пальто у него было уже застегнуто доверху и руки вытянуты по швам. Он постоял над ней минут пять, кажется, он что-то ей сказал, потом Мэри Хадсон встала и оба пошли к площадке. На ходу они молчали и ни разу не взглянули друг на друга. Когда они подошли, вождь снова встал на свое место, я заорал, а она будет играть? Он сказал молчи в тряпочку. Я помолчал в тряпочку, но глаз Мэри Хадсон не спускал. Она медленно прошла вдоль площадки, засунув руки в карманы меховой шубки и, наконец, села на сдвинутую с места скамейку за третьей позиции. Она закурила сигарету и закинула ногу на ногу. Когда били воители, я подошел к ее скамейке и спросил, не хочет ли она поиграть на левом краю. Она покачала головой. Я спросил, у вас насморк? Но она опять помотала головой. Я сказал, что у меня на левом краю играть совершенно некому. Я ей объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил кверху свою рукавицу, пытаясь отбить ее головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хадсон, не придет ли она к нам домой в гости к обеду. Я ей объяснил, что наш вождь часто бывает у нас в гостях. «Оставь меня в покое», сказала она. «Пожалуйста, оставь меня в покое». Я посмотрел на нее во все глаза, потом пошел к скамье, где сидели мои воители, и он в мандаринку из кармана стал подбрасывать ее в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернул и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хадсон и продолжал подкидывать мандаринку. Я понятия не имел, что же происходит между ней и нашим вождем, да и теперь только чутьем смутно догадываясь, и все же во мне росла уверенность, что Мэри Хадсон навсегда выбыла из племени Камранчи. Эта уверенность независимо от внешних обстоятельств так подорвала даже нормальную способность пятиться задом, что я налетел прямо на детскую коляску. После следующего тайма играть стало уже темновато. Мы закончили игру и стали подбирать снаряжение. Я еще успел разглядеть Мэри Хадсон. Она стояла у края площадки и плакала. Вождь придержал было ее за рука в шубке, но она вырвалась. Она побежала от площадки по цементной дорожке и бежала, пока не скрылась из виду, а вождь за ней не бежал. Он только провожал ее глазами, пока она не скрылась. Потом повернулся, вышел на поле и поднял обе наши биты. Мы всегда оставляли биты, и он их относил в машину. Я подошел к нему и спросил, может, они с Мэри Хадсон поссорились. Он сказал, несуй нос, куда ни след. Как всегда, мы, каманчи, с криком и визгом бежали к машине, толкая и теребя друг друга, а все отлично знали, что сейчас опять подходит время для рассказа о человеке, который смеялся. Перебегая пятую авеню, кто-то уронил свой запасной свитер, и, споткнувшись об него, я растянулся во весь рост. Добежав до машины, я увидел, что лучшие места уже успели занять, и мне пришлось сидеть в среднем ряду. Я расстроившись, я двинул соседа справа локтем под ребро, потом выглянул и увидал, как наш вождь переходит улицу. Было еще не совсем темно, но уже смеркалось, как всегда, в четверть шестого. Наш вождь переходил улицу с поднятым воротником, сбитыми подмышкой, уставившись на мостовую. Его черная шевелюра, так хорошо приглаженная мокрой щеткой, теперь высохла и развеялась по ветру. Помню, я пожалел, что у него нет перчаток. Как всегда, при его появлении в машине наступила тишина, то есть тишина относительная, как в театре, когда свет начинает гаснуть. Кто торопливым шепотом заканчивал разговор, кто сразу обрывал его, и все-таки первое, что сказал наш вождь, было «Тихо, ребята, а то рассказывать не буду». В ту же секунду воцарилась полнейшая тишина, так что вождю только и оставалось сесть на место и приготовиться к рассказу. Усевшись, он вынул носовой платок и тщательно высморкал сначала одну ноздрю, потом другую. Мы смотрели на это зрелище терпеливо и даже с некоторым интересом. А высморкавшись, он аккуратно сложил платок в четверо и засунул в карман. И тут последовал новый выпуск рассказа о человеке, который смеялся. Продолжался он не более пяти минут. Четыре пули Дюфаржа вонзили с человека, две из них прямо в сердце. Когда Дюфарж, все еще закрывавший ладонью глаза, чтобы не видеть лицо человека, услыхал, как оттуда, куда он целил, доносятся предсмертные стоны, он возликовал. Сердце злодея радостно прекратилось, он бросился к дочери, лежавшей в обмраке и привел ее в чувство. Вне себя от радости они оба с храбростью трусов только теперь осмелились взглянуть на человека, который смеялся. Его голова поникла в предсмертной муке, подбородок касался окровавленной груди. Медленно, жадно отец и дочь приближались к своей добыче. Но их ожидал немалый сюрприз. Человек вовсе не умер, он тайными приемами сокращал мускулы живота, и когда Дюфаржи приблизились, он вдруг поднял голову, захохотал гробовым голосом и аккуратно, даже педантично выплюнул одну за другой все четыре пули. Этот подвиг так поразил Дюфаржи, что на сердца у них буквально лопнули, и оба отец и дочь замертво упали к ногам человека, который смеялся. Если выпуск все равно предполагалось сделать коротким, можно было бы остановиться на этом. Каманчи легко нашли бы объяснение внезапной смерти Дюфаржи, но рассказ продолжался. День за днем человек стоял, привязанный к дереву корючей проволокой, а трупы Дюфаржи разлагались у его ног. Никогда еще смерть не подбиралась к нему так близко, его раны кровоточили, а запасов орлиной крови под рукой не было. И вот однажды охрипшим, но задушевным голосом он воззвал к лесным зверям, прося их помочь ему. Он поручил им позвать к нему симпатичного карлика Омбу, и они позвали, но длина дорога через парижско-китайскую границу и обратно. И когда Омба прибыл с аптечкой и свежим запасом орлиной крови, человек уже потерял сознание. Прежде всего Омба совершил акт милосердия, он поднял маску своего господина, которая валялась на кишащем червями теле мадемуазель Дюфарж. Он посетительно прикрыл жуткие черты лица и лишь тогда стал перевязывать раны. Когда человек, который смеялся, наконец приоткрыл заплывшие глаза, Омба торопливо поднес к маске сосуд с карлиной кровью, но человек не притронулся к нему. Слабым голосом он произнес имя своего любимца Чернокрылова. Омба склонил голову, она тоже была не слишком красивой, и открыл своему господину, что Дюфарж убили верного волка Чернокрылова. Горестный душераздирающий стон вырвался из груди человека. Слабой рукой он потянулся к сосуду с орленой кровью и раздавил его. Остатки крови тонкой струйкой побежали по его пальцам. Он приказал Омбе отвернуться, и Омба рыдая повиновался ему. И перед тем, как обратить лицо к залитой крови земле, человек, который смеялся, в предсмертной судороге сдернул маску. На этом повествование, разумеется, и кончалось. Продолжения никогда не было. Наш вождь тронул машину, через проход от меня Вилли Олж, самый младший из Каманчи, горько заплакал. Никто не сказал ему замолчи. Как сейчас помню, и у меня дрожали коленки. Через несколько минут, выйдя из машины, я вдруг увидел, как у подножия фонарного столба обьется по ветру обрывок тонкой алой оберточной бумаги. Он был очень похож на ту маску из лепестков мака. Когда я пришел домой, зубы у меня безудержно стучали, и мне тут же велели лечь в постель.